Субтитры создавал DimaTorzok Мы ждем ваши ответы. Если вы решаете быстрее, пишите не только ответ, но и ход решения. Важно! Если вы что-то не поняли, не успели или увидели явную ошибку, напишите вопрос. Однако не стоит писать сообщение не по теме занятия. Любые вопросы, не касающиеся просматриваемой темы, будут удаляться. После трех удалений сообщения, написанных не по теме, участника добавляют в черный список, и вы больше не сможете писать в чате справа. Будьте сдержаны и вежливы к другим слушателям. Спасибо! Чтобы быть в курсе следующих занятий, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте. vk.com.tbg А если вы пропустили какое-то занятие, вы всегда сможете посмотреть его запись на нашем канале на YouTube. На него я тоже рекомендую вам подписаться. Итак, начнем наше занятие. Площадь грани прямоугольного параллелепипеда равна 12. Ребро, перпендикулярное этой грани, равно 4. Найдите объем параллелепипеда. Объем прямоугольного параллелепипеда равен v равно s, где s – площадь грани, а h – высота перпендикулярного к ней ребра. Поэтому 12 умножаем на 4 равно 48. 48 – наш ответ. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 1 и 2. Объем параллелепипеда равен 6. Найдите площадь его поверхности. Найдем третье ребро из выражения для объема. А3 будет третьим ребром. Двое делим на А1, А2. Получается 6 делим на 2. Получается 3. Площадь поверхности параллелепипеда получается s равно 2 умножаем на А1, А2. плюс А1, А3, плюс А2, А3. Считаем. 2 умножаем на 2 плюс 3 плюс 6. Получается 22. Наш ответ 22. Следующая задача. Радиус основания цилиндра равен 7. Высота равна 10. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра, деленную на π. Начнем решение. Площадь боковой поверхности цилиндра вычисляется по формуле 2πRH. Где h это высота цилиндра АР радиуса. Тогда площадь боковой поверхности равна 2π умножаем на 7 и умножаем на 10. Получается 140π. Еще делим на π. Получается 140π. 9-3, получается 140π. Следующая задача. Одна цилиндрическая кружка вдвое выше второй, зато вторая в полтора раза шире. Найдите отношение объема второй кружки к объему первой. Начнем решение. r – радиус основания первой кружки. h – высота первой кружки. Тогда 1,5 радиуса. Это радиус второй кружки. h – зеленая на 2, высота второй кружки. h – объем цилиндров вычисляется так. π умноженное на r в квадрате h. π умноженное на 1,5 r в квадрате. h – умноженное на h деленное на 2. Получается 9π r в квадрате h, деленное на 8. h – получается 9π в квадрате h, деленное на 8. h – делим на v1. Получается 9π в квадрате h, деленное на 8. h – делим на v1. Получается 9,8, и получается 1,125. Наш ответ 1,125. Следующая задача. В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 27 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если его перелить во второй сосуд, диаметр которого в 3 раза больше первого? Ответ выразить его в сантиметре. Пусть радиус первого цилиндрического сосуда есть R. Тогда радиус второго цилиндрического сосуда равен 3R. В первом сосуде жидкость занимала объем V равно P R в квадрате умноженное на 27. сантиметра в кубе. Во втором сосуде жидкость занимает тот же объем, при этом V равно P умноженное на 3R в квадрате. и умноженное на H. H – уровень жидкости. Тогда P R в квадрате умноженное на 27 равно P умноженное на 9R в квадрате и умноженное на H. Получается 27 равно 9H. Тогда H равно 3. В правильной четырехугольной пирамиде S, A, B, C, D, точка, O – центр основания. S – вершина. S, O равно 15, B, D равно 16. Найдите боковое ребро S, A. У вас есть несколько минут, чтобы начнем решение. В правильной пирамиде вершина проецируется в центр основания. Следовательно, S, O является высотой пирамиды. Тогда по теореме Пифагора S, A равно S, B равно S, O в квадрате плюс B, O в квадрате равно S, O в квадрате плюс B, D, D, деленное на 2, и это все в квадрате. Получается 225 плюс 64. Выводим, получается 17. Наш ответ 17. Следующая задача. В правильной четырехугольной пирамиде S, A, B, C, D, точка, O – центр основания. S – вершина. C, D равно 10, C, O равно 6. Найдите длину отрезка решений. Так же, как и в прошлой задаче, в правильной пирамиде вершина проецируется в центр основания. Следующая задача. С, O является высотой кромиды. Тогда по теореме Пифагора. А, C равно 2, A, O, равно 2, O, D, равно 2 корень из C, D в квадрате минус C, O в квадрате, равно 2, умноженное на 10 в квадрате. И минус 6 квадрате. Мы запишем сразу. 100 минус 36. Получится 16. Наш ответ 16. Следующая задача. Во сколько раз уменьшится объем конуса, если его высота уменьшится в 3 раза, а радиус основания останется прежним? Объем конуса равен V равно 1 третья S H. S – это площадь основания. H – высота конуса. При уменьшении высоты в 3 раза, объем конуса также уменьшится в 3 раза. Получается у нас ответ 3. Следующая задача. Найдите площадь поверхности прямой призмы, в основании которой лежит ромб с диагоналями равными 6 и 8 и боковым ребром равным 10. Начнем решение. Сторона ромба А выражается через его диагонали D1 и D2 формулой. А равно 1 вторая умноженная на корень D1 в квадрате плюс D2 в квадрате и равно 5. Найдем площадь ромба. 1 вторая умноженная на корень D1 в квадрате плюс D2 равно 24. Тогда площадь поверхности призмы равна S равно 2 на 10. Получается 248. Наш ответ 248. Большое спасибо за внимание. Вы самые лучшие слушатели. На сегодня наше занятие подошло к концу. Чтобы быть в курсе актуального расписания и занятий на cpeg.ru, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте. vk.com. Также советуем подписаться на почтовую рассылку. Это можно сделать на главной странице cpeg.ru. Чтобы поддержать проект, расскажите о нем своим друзьям, одноклассникам. Проще всего это сделать с помощью баннера сверху. Пожалуйста, помогите проекту. Нажмите кнопку поделиться и разместите информационные сообщения о нашем проекте на своей странице ВКонтакте. Чтобы проект оставался бесплатным и мы смогли подключить новых преподавателей, нам нужна ваша информационная поддержка. До встречи на следующем занятии. До свидания. До свидания.